Известный русский ведутист Федор Алексеев жил в Москве для снятия видов с осени 1800 по март 1802 года. За это время вместе с помощниками Кунавиным и Машковым он написал огромное собрание акварельных зарисовок, так называемый «Портфель московских видов», которые потом мастер использовал для создания масляных картин. На основе такого натурного рисунка была написана и рассматриваемая картина. Скрупулезная кисть художника точно зафиксировала облик самого сердца столицы, навсегда ушедшей в прошлое. Поэтому картины Алексеева интересны не только любителям живописи, но и историкам архитектуры и краеведам. На первом плане художник изобразил широкий мост через реку, не длинную. Час русла, которая была заключена в трубу всего через 6 лет после написания картины. Дорога ведет через мост к Воскресенским и Верским воротам с двумя шатровыми башнями и двумя проездами. Субтитры создавал DimaTorzok Между проездами можно видеть Иверскую часовню, возведенную на месте встречи царем Алексеем Михайловичем иконы Иверской Божьей Матери, привыкшей с Афона. Справа, в непосредственной близости от Воскресенских ворот, расположено здание главной аптеки. В настоящее время на этом месте находится исторический музей. Комплекс построек, примыкающих с Воскресенским воротом слева, принадлежал Монетному двору и Губернскому правлению. У правого края полотна изображена арсенальная башня, от которой вглубь уходит Кремлевская стена с Никольской, Сенатской и Спасской башнями. За Кремлевской стеной видны здания Арсенала и Сената. Между Арсенальной башней и Иверскими воротами художник изобразил кусок сохранившейся Китай-городской стены. Никольская башня с ведущими в Кремль Никольскими воротами подверглась реконструкции в 1805-1806 годах и приобрела с тех пор современный вид. Губернское правление, видимое искус левый пролет ворот, также было частично перестроено в период между созданием Алексеевого рисунка и написанием картины, поэтому его акварели представляли историческую ценность уже при жизни художника. Несмотря на точную фиксацию памятников, виды Алексеева лишены сухости архитектурного чертежа и имеют немалую художественную ценность. Картина оживлена фигурками людей и животных, написанных настолько живо и непосредственно тщательно и внимательно, что они, наполняя пространство звуками и движением, позволяют почувствовать аромат и очарование повседневной жизни в ушедшей эпохе. Кроме акварельных рисунков, Алексеев написал в Москве две живописные картины, одна из которых «Красная площадь», хранится в Третьяковской галерее. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Москве! Добро пожаловать в Москве! Добро пожаловать в Москве!